Дело военного комиссара Василия Ставила с началом призывной кампании прибавляется в разы. Этой осенью советские и железнодорожные районы Самары должны отправить служить в армию 136 молодых людей. План будет выполнен, доложил комиссар, а желающих даже больше. Те, кого не возьмут в армию, этой осенью отправятся служить весной. Ребятишки охотно проходят медицинскую комиссию, призывную комиссию. И уже на сегодняшний день была осуществлена одна отправка войска. Выбираем, конечно, наиболее подготовленных. На сегодняшний день в этом плане играет большую роль система ДОСАВ, которая готовит практически по полгода каждого призывника. И они уже более-менее подготовлены, прибывают в войсках. Служить родине самарцы будут ракетчиками, пехотинцами и моряками. В этих родах войск наиболее востребованы молодые люди со Средней Волги. До призыва большинство из них проходит школу ДОСАВ, добровольного общества содействия авиации и армии флота. Здесь они приобретают военные навыки. Например, радист, водитель грузовика и санитар. А практику проходят на военно-патриотических соревнованиях типа Зорницы. Мы ежегодно в мае проводим военно-полевые сборы юношей, учащихся 10-х классов, с выездами в том числе в воинские части, с назначением опорных пунктов по школам, где проводится, соответственно, ознакомление с армией. Проводятся летом военно-спортивные смены для учащихся, где им показывается, что такое армия. Регулярно проходят в каждом районе Самары и патриотические слеты. В день призывника ветераны рассказывают молодежи не только об истории и подвигах российской и советской армии, но и об условиях поступления в высшие военно-учебные заведения. В последнее время быть офицером вновь стало модным. Это престижно. Если раньше конкурс для поступления в военное училище был порядка полтора-два, ну максимум три человека на место, то сейчас порядка от восьми и до десяти и выше, смотря в какой вуз. То, естественно, конечно, и Рязанское. Да, я всю жизнь, значит, была и Московское общевойсковое, считалось, так сказать, престижным училищем, да и многие другие, и военный университет. Служба в армии – это не только обязанность молодых людей по Конституции, это еще и отличная перспектива устроиться на государственную службу, а значит, хорошие зарплаты, пенсии, льготы. Юноши уже сами представляют. Я хочу после службы в армии, значит, служить в органах, например, ФСБ, в органах полиции, прокуратуре. Я прекрасно понимаю, без службы у меня эта мечта не существует. Мы поддерживаем такие порывы молодежи, разъясняем права их, и всячески оказываем содействие. Тем из призывников, кто не проходит медкомиссию по состоянию здоровья, военкомат дает полгода, чтобы привести себя в отличную физическую форму. Если у молодого человека есть желание служить в определенном роде войск, военный комиссар учтет его мнение и поможет исполниться мечте. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.